вот был такой вариант сегодня на практику 2 202 сегодня у вас практика да слушаем что нам надо сделать сегодня копаем яму 2 на 3 хорошо копаем 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 вот как вы копаете сразу пойдете домой о быстро выкопали сделали работу все до обеда мы пообедали ушли домой через неделю в среду же 202 ваша группа теперь вы закапываете эту я мы говорим слушайте так чё если у вас нету работы так давайте мы что-нибудь ценное сделаем там начали мастера свои у нас мастера там часто меняются что мы их допекали они не могли дать нам работу какую-то приду этом напильники то это точили напильником молотки вы зачем мучиться тут пять часов это точить это вот станок есть у нас пока давай подошли все по очереди чук-чук-чук быстро на наждаке обработали делаем стоим с напильником чистим что делали как вы могли так быстро там пять миллиметров тексты а голубев там придумал на наждаке пропили и и надо было тебе это сказать кто-то сдавал всегда наши схемы которые мы разрабатывали чтобы обойти те правила которые вообще построены для того чтобы тебя поставить в рамки сковать чтобы не дать развиться что такое тот же самый принцип закон божий закон это опять же только сейчас понимаешь это какие-то рамки принципы чтобы ты не мог перешагнуть а почему я не могу перешагнуть между же две руки тоже две ноги тоже голова и почему один может а другой не может посмотреть сейчас творится законом одному можно отмывать деньги пользоваться каким-то благом а другой должен быть как быдло ходить и попрошайничать и большинство только на этого построена а вот в училище мы вот этим вот это мелочи все начинать с мелочей идти до конца характер проявить кто слабый тот ломается падает опять же ты можешь ему помочь можешь не помогать вот у меня был такой вопрос мы сдаем экзамен вступительной группу уже тогда начался костяк куда из писать не знаешь что такое как ну не знаешь да вот этот вопрос писать я те не дам ты мой конкурент нихрена себе ты мой конкурент мы я так спокойненько повернулся как так можно было сказать мы старались помочь я списывал когда перекидываю шпаргалку ну понимаю там мертвые души все пацаны переворачивали слышь что ты мне дал ты мне дал тут про какую-то коробку вся группа которая сидела на экзамен все в похотную коробку как неодушевлено хотя это коробочка это понимаете вот это не передать но он не поступил стараешься помочь людям а люди тебя еще в чем-то начинают обвинять вот это вот несправедливость наверно 100 момента когда попадаешь новый коллектив переходный возраст надо зарекомендовывать себя как-то бороться вот это наверное и нас сплотило кто-то мог спокойно пойти стукануть рассказать доложить могут это сделать но мы ничего не делали чтобы несло минус отрицательное плохого только переступали какие-то законы которые внутренние распорядки ради того чтобы только на улучшение на развитие пойти я был ситуация на новый год химик извиняюсь не помню его фамилию он мне говорит голубев ты двойки свой не исправишь у меня стоит кол 32 я буду ходить скорее гром прогремит в декабре чем ты свою двойку исправить это он сказал в понедельник в четверг я пришел утром стою утром был гром это был 20 20 или 22 декабря 94 года я говорю мы не должны это самое за свои слова отвечать шутку сегодня гром был да и он декор ставит на 4 у меня тройка выход я даже не отвечать вот этот человек который сказал и сделал он ответил за свои слова за свои поступки он выставил выставил я говорю я был готов подготовим там эту формулу там аж 24 кислоты надо было разложить ее там я так и так так и не знаю эту химию но зато вот это отношение человеческое что он поставил мне эту тройку чтобы я закончил год и получил стипендию вот вам пожалуйста простые примеры которые из жизни которые случались которые закаливают принципы это такие те рамки которые мы сами себе устанавливают они бывают очень глупые очень часто в 2004 году я улетел в улан-удэ на соревнования мне говорю не лети туда не надо там родители отговорили группу я пригласил соревнования мы тебе платим билет все света я решил полететь там я встретил члена сборной россии по женской команды он сказал хорошую одну вещь запомни это число как раз было 04 04 04 года мы сидели граммит хочешь что-то поменять в жизни всегда меня но менять то что ты можешь поменять что в твоих силах а не то что ты не может я не понимала как это что это такое только сейчас начинаешь приходить к этому вот ты можешь поменять что солнце сегодня там чтобы не взошло 0 там рассвет чтобы не был конечно нет земля же круто по часовой стрелке ну а ты можешь поменять чтобы тебя не обманывали тебя несправедливо к тебе относить наверное можно сказать человеку же ты наживешь врага но ты можешь сказать тут вы меня обманывать или вот это неправильно это каждого человека выбор каждого есть выбор это сделать и когда человек ставить все принципы такой же пример 2000 четвертом же году я поломал в той поездке своих три принципа которые меня довели до чего-то добились стал и судьей международным и вырастил чемпиона страны участника европы мира учащегося в том же сам училище в 38 марту район зума так получилось что я поломал своих три принципа через течение пяти месяцев сбылась мечта моего детства вы прикидываете что мне не давала чтобы сбылась моя мечта я только сейчас начинаю понимать а что может быть важнее либо ваша мечта жизни либо какие-то принципы которые опять же вы сами себе устанавливаете может быть принцип быть такой что да я этого не делаю но почему-то этого не делаешь ты можешь это и сделать я лично доволен на данный момент который сейчас кризис наступил сейчас мы живем в такое время что передел ценностей передел менталитета если опять же человек захочет это сделать если он захочет поменять в себе что-то нам много чего бывает жизни получается дает судьба а мы не знаем как с этим повести себя нам дает возможность жить у нас есть возможность учиться но опять же мы сами придет хотим учиться хотим не учиться простой пример получива по учебе у нас отчислили нашего же одноклассника елена павла в училище на третьем курсе он ушел работать на заводит заводные с цепочки приводных цепей он получал тогда учитель получал 45 лад по-моему или 50 паша получал 15000 репшиков 75 лад все какие деньги вот вы классных как вы это сама то-то и что ты не прошел ты сломался ты не смог дойти до конца ты не получилось у тебя преодолеть эту эту ценность у тебя были тогда деньги а жизнь что такое деньги деньги завтра их нет все это миллионера доктор ты нищий все равно ты работаешь на унитаз у тебя все равно забирают деньги жизнь тебя да поесть попить то то а если в голове у тебя сложилась ситуация как заработать как выйти с этой сложной ситуации ты получишь а если ты приходишь и ценишь деньги да у тебя есть у меня деньги вот тебе жизнь да куда ты их кружишь ноги в недвижимости кому сейчас деньги кому нужны эти бенкли мерседесы лексусы сейчас дома по по 500 тысяч которые стоят в юрма или вот наши дома которые стоят по 300 люди в шоке они больше никогда за эти деньги и 100 тыс сейчас не возьмут лад а 100 тыс сейчас такие большие деньги а кредиты все высасывают посадили на иглу мы в прошлом году полетели на канарские острова поездка что стоило там 300 латов 260 по наши рабочие которые мы создали рабочие места создали фирму небольшое осветление пассажирских перевозок и получилось так что они стоят вот вы по канарам пласть нам зарплату него не вовремя не выплатить руку вам зарплату за что вы чё ее заработали или что-то и сделали заработная плата заработать не получить а заработать начали подводить цифры как он привез на фирму 400 лад а солярки сжег на 470 и что он мне хочет сказать что я ему еще должен заплатить зарплату вот очень хорошая ситуация у меня была жена не нашел четыре года шесть лет назад уже четыре года назад получилось так что я присоединился к большой компании все дкл в городе там занимал строительством все ребята подобрали хочешь занимайся пассажирские перевозки и все когда будешь директором пассажирки я не знал что это такое как чего чуть боялся честно скажу прошло три месяца мяч компаньон серега фирмен говорит слушай вот тебя сейчас прессуют а ты должен надеть такие шины чтобы они не могли тебе присылать чтобы ты по ним мог проехать вот простой пример при игра что это за шин получил международный сертификат эти никто не сможет присылать никто не сможет тебя оштрафовать или я пошел выучился получил международный сертификат в институте цс и на международной перевозке создали потихоньку сделали фирму 1 2 3 наглость людей гнилота закалила настолько жесткость это которую люди хотели нас подставлять кидать вот тут тут не платят там не под не переживай через два-три месяца не заплатят потому что мы не заплатим им еще раз больше и будет у нее твоя судьба будет в их руках но надо одну вещь идет простить их простить врага самая трудная вещь нашей жизни самое тяжелое хочется мести хочется надо побить его хочет что только не хочется готов гада сделать на зло вот как только человек переборит себя и научиться поступать с людьми так хотел бы чтобы поступали с ним у него все будет получаться проверено жизнь любой вариант сколько бы не было у меня конфликтных ситуаций сколько бокового бы там не хотел разорвать пожар этом что только не хотел сделать вот тупо простил пошел спокойно в церковь поставил . забыл в течение полгода судьба его судьба будет ваш руках и вот тогда вот вам надо будет решить правильно либо отомстить либо помочь вот это второе будет испытание которое сложно а а